Во всём мире и взрослые, и дети любят рассказы Виктора Драгунского. Среди них и уморительно смешные, иногда не очень, а порой и вовсе грустные истории. Герои рассказов – простые мальчишки и девчонки, которые учатся, делают уроки, играют, ссорятся и мирятся, порой попадают в совершенно забавные, нелепые и смешные ситуации. Рассказы Виктора Драгунского научат ребят настоящей дружбе, не унывать в любых ситуациях. Сегодня вы услышите рассказ Виктора Драгунского «Заколдованная буква». Почему «Заколдованная»? Да просто ребята, герои рассказа, никак не могли произнести эту букву правильно. Виктор Драгунский «Заколдованная буква» Недавно мы гуляли во дворе. Алёнка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нём лежит ёлка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управлению, остановилась, и шофёр с нашим дворником стали ёлку выгружать. Они кричали друг на друга «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь её на попа! Легче! А то весь шпиц обломаешь!» А когда выгрузили, шофёр сказал «Теперь надо эту ёлку заактировать» и ушёл. А мы остались возле ёлки. Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Алёнка взялась за одну веточку и сказала «Смотрите, а на ёлке сыски висят!» «Сыски! Это она неправильно сказала! Мы с Мишкой так и покатились! Мы смеялись с ним оба одинаково. Но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня пересмеять. «Ну, я немножко поднажал, чтоб он не думал, что я сдаюсь!» Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал «Ой, умру от смеха! Сыски!» А я, конечно, поддавал жару. «Пять лет, девчонке! А, говорит, сыски! Ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал. «Ах, мне плохо, сыски!» И стал икать. «Ик-ик, сыски! Ик-ик, умру от смеха!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал. «Девчонке, пять лет! Скоро замуж выдавать, а она сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. «Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит!» «Я хочу сказать сыски! А у меня высвистывается сыски!» Мишка сказал. «Эка, невидаль! У нее зуб вывалился! У меня целых три вывалилось, да два шатаются! А я все равно говорю правильно! Вот, слушай!» «Хыхки! Что? Правда здорово? Хых-ки!» «Вот как у меня легко выходит! Хыхки! Я даже петь могу!» «О, хыхатька зеленая! Боюсь, а уколюся я!» Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих. «Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски!» А Мишка? «Именно! Что не надо сыски, а надо хыхки!» И оба давай реветь. Только и слышно «Сыски! Хыхки! Сыски!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал. «Чего они так спорили, раз оба не правы? Ведь это очень простое слово!» Я остановился и внятно сказал. «Никакие не сыски! Никакие не хыхки!» А коротко и ясно. «Фывки!» Вот и все. «Фывки!» Субтитры создавал DimaTorzok